Продолжение следует... Будет любопытно сравнить предыдущие рассуждения, которые базировались на том, что люди с друг другом равны, и когда они соотносятся с друг другом, то они желают друг другу добра. И нынешнее рассуждение, в котором люди будут неравны, потому что изначально уничтожили один из главных его третьей соседки, то, что люди неравны. И в принципе, пытаться их сравнивать, это неправильно. От природы неравны. И во многих своих произведениях он, если так можно говорить, пропагандирует и защищает рабство. И вообще считает, что тот античный мир, который дает нам образцы философии, культуры, искусства, и который был основан на рабстве, он является неким идеалом, к которому надо как-то там вернуться. В каком-то смысле вернуться, скажем так. Так вот, опять же, берем наше рассуждение для того, чтобы некий вброс сделать. Вот о целом. Я вот говорил в прошлый раз, есть некое целое. Это целое может быть отдельным человеком, это целое может быть народом, может быть некой общиной. Это целое может быть государством. Это целое может быть расой. Для Ницше будет очень важен разговор именно о том, что это целое является рабством. В каком-то смысле, потому что из того, как рассуждает Ницше, в общем, следует, собственно, фашист. И это потом будет показано, почему это так. То есть Ницше на самом деле идеолог фашист. Даже если он сам этого не понимал, хотя это было бы странно, рассуждая о рабстве и... Возвеличивая рабство, да, потому что, собственно, только на рабстве и могла возникнуть такая мощь культуры и философии, мощь искусства, как в античности, как в античности мы видим, да. Невозможно было не понимать на самом деле, что это некие реакционные мысли, да, это мысли, ведущие нас в некие другие измерения, именно там, где люди неравны, где они имеют право повелевать другие. Так вот, вот есть наше целое, да, вот я говорю, есть пространство какое-то нейтральное, где оно может двигаться, и есть некое иное. Теперь взаимоотношение между этим целым и иным может быть следующим образом. Что если это целое, это хочет распространить свое влияние, оно не обязательно должно желать, чтобы иное стало таким же, как оно. Оно может желать и тем, оно может желать того, чтобы это иное стало его рабом. То есть оно может просто желать его захватить. Это и называется, в общем-то, что это целое желает воле к власти. Да, вот оно распространяет свою власть, насколько может двинуться в шире. Некоторые эти иные, да, когда оно будет распространять свою власть, допустим, возьмем это целое в качестве человека, да, ну, скажем, коллектива людей, да, вот какое-то общество, допустим, аристократы. Вот аристократы распространяют, военные аристократы распространяют свою власть на какие-то близлежащие народы, которые живут спокойно мирными людьми. Вот они распространяют, они хотят их поработить. Каким образом это происходит? Если народу могут оказать сопротивление, то аристократы, они ставят этому распространению воли аристократов в какую-то границу. Если они не могут сопротивляться, то они порабощаются этими аристократами и становятся, собственно, равными. То есть логика состоит в том, что, как бы, кто-то должен... Это иное либо может, либо не может оказать сопротивление. Если иное может оказать сопротивление, да, то тогда возникает некое равновесие. Одно целое, второе целое, но иное целое. Между ними равновесие и возникает некое взаимодействие. То, о чем мы обсуждали в прошлый раз. Когда в прошлый раз эти целое и иное, они были равны, они были на одном уровне. Потому что целое не хотело поработить иное. Целое хотело сделать иное таким же, как оно само. Но для того, чтобы этого хотите, целое должно было понимать, что иное и это целое по природе одно и то же. Потому что как можно требовать от иного, чтобы оно стало таким же, если природа их равна? Теперь ситуация другая. Теперь целое считает, что иное, в принципе, как бы, такое иное, что его нельзя делать равным. Его надо стараться поработить. Его надо стараться, что целое есть некое целое господство, а иное, в принципе, предназначено для того, чтобы это целое обслужить. Оно предназначено для рабства. Возникает некая логика господина и раба. Во-первых, хорошо эту логику разбирает Гей. В главе о самосознании у него возникает такая ситуация, когда два самосознания идут на смерть друг друга. Потому что каждое самосознание хочет получить от другого самосознания признание. Но для того, чтобы получить от другого самосознания признание, оно само должно сделать то, что желает получить от другого. И получается, как бы, возникает некая вражда, некая дуэльность с ситуацией между двумя самосознаниями. И если одно самосознание вдруг в какой-то момент пасует, то оно становится рабом. То есть свободу можно удержать только в этом риске самим собой. И вот возникает после того, как два самосознания у Гигеля встречаются в дуэльности, одно, он рассматривает ситуацию, когда одно самосознание пасует, и возникает вот ситуация господина раба. В данной ситуации, о которой я говорю, Ниши считает, что господство и рабство – это, в принципе, некие природные закономерности, которые являются, собственно, нечем-то естественным. Что состояние равновесия – это состояние равновесия между людьми. Это некое шаткое состояние, состояние равенства людей. Это некое шаткое состояние. И постоянно как бы все стремится к воле к власти. И как бы отдельные группы людей стремятся захватить власть. И вся природа в целом, на самом деле, так устроена, что что-то пытается там расширить свое влияние, расширить свою власть. Что вот это вот то, что мы называем, допустим, в нашей жизни равенством людей, на самом деле, что это нечто как бы искусство. Вот он как бы против этого стоит. И, в принципе, он считает, что христианство, он облачается, прежде всего, против христианства, потому что христианство проповедует как раз равенство людей перед Богом, да, прежде всего. И у него, собственно, его нитши, а он проповедует некую другую диалогию, где люди неравны изначально, и пытается это обосновать с позиции того, что это соответствует природе. Теперь опять вернемся к этой ситуации с целым, да, вот это целое может быть в неком равновесии с другим целым, целое может это иное поработить и сделать его с рабом. Еще есть третья ситуация, которая у Ниши интересно описана. Третья ситуация – это когда другое целое является больным. Условно говоря, как каким-то образом целое понимать, что надо от чего-то избегать. То есть ситуация еще и более интересная, что вот есть некое больное целое, его как-то надо избежать, и вот ставятся какие-то заградительные припоны, принимаются какие-то меры, чтобы от этого целого как-то избавиться. Собственно, вот это вот последний момент, это очень важный момент, потом он всплывет, это вот есть то, как он понимает христианство. Он считает, что вот он криптикует христианство со стороны того, что христианство – это некое осуществление некой болезни, которая проникла также и в дух. И вот надо христианство пытаться его критиковать именно со стороны этого, что христианство распространяет между… что христианство есть симптом болезни, и сама она есть болезни, и распространение христианства есть не что иное, как распространение болезни. Это вот эта вот третья ситуация. И вот от него надо как-то отгородиться, от этой болезни. Вот третья ситуация. И вот эти все три ситуации можно проследить на произведениях Ницше, на самом деле, начиная с самого начала. Интересна логика. У него есть два самых важных пункта, опираясь на которые он вообще осуществляет свою логику. Первый пункт, состоящий в том, что он пытается почему-то как-то опереться на природу. То есть у него есть некое понимание, что такое инстинкты, что такое страсти, что такое жизнь. И вот он считает, что инстинкты, страсти, это и есть сама жизнь. И отсюда сразу будет понятно, почему она получается против христианства. Потому что если христианство говорит о том, что надо сдерживать свои инстинкты, свои страсти, то значит христианство получается против жизни. Это первое. Второй момент состоит в том, что если самым главным и самой главной опорой является жизнь, некие инстинкты и страсти, то во всем главенствует фатализм. Человек не может выбрать некую жизнь, не может стать иным. Например, как им моралисты говорят, что человек такой-то грешный, какой-то несовершенный, а вот он должен стать как-то совершенным, он должен что-то сделать, чтобы стать нравственным, какие-то должен предпринять действия. Минстин говорит, что это невозможно, что человек на самом деле есть не что иное, как часть фатума. И сказать ему, чтобы он изменился, это значит сказать невозможно, потому что человек не может измениться. И причем он является частью фатума именно вот в этом аспекте, что самое главное это инстинкты, самое главное это страсти. Что собственно жизнь это есть инстинкт и страсти. Жизнь это есть некая природная закономерность. Ее невозможно вспять повернуть. Второй интересный момент является о том, что понимание всех вопросов с позиции здоровья и болезни. Его произведение иногда считать невозможно, потому что он иногда ополчается против каких-то вопросов, именно исходя с того, что там какие-то дегенераты, какие-то больные выродки у него там постоянно возникают. Начинает перебегать к каким-то даже медицинским терминам. У него там всякого рода инстинкразии, у него там какие-то там пароксизмы, у него там каких-то слов он не придумал. Мы еще этого коснемся, может быть, позже там. Ну, в общем-то говоря, он как бы даже, в общем, всю жизнь он оценивает не с точки зрения, как бы мы сказали разумность, а всю жизнь он оценивает с точки зрения ее здоровья и болезней. Да, у нас получился интересный средство. То есть у нас основным и самым главным является жизнь, а жизнь это является инстинктной и страсти. А вторым, как бы, измерением жизни является это, либо она является здоровой жизнью, либо больной. Вот это два фактора запомним, потому что, собственно, в этом заключается все ядро философии Ницше. Потому что все остальное, как бы, у него много что еще есть, конечно, там можно, Ницше я сам люблю читать, как бы, у него много интересных каких-то находок там и замечаний по разным поводам. Ну, как бы, вот ядровая философия, то, что он называл переоценкой всех ценностей, да, оно состоит в этом. Вот он хотел, как бы, переоценивать все ценности именно с позиции жизни, да, с позиции природы. Теперь подойдем, как бы, вот к его произведениям с этой позиции. Вот у него первое произведение, которое он сразу о себе заявил, собственно, является «Рождение трагедии» или «Эллинской эписемизм». И вопрос, который он там поставил, там, конечно, много разговоров о Шопенгаури, об Агнере, о музыке, об искусстве. Но на самом деле, как он потом позже признавался в предисловии, которое он в 1886 году написал, да, он признавался, что самое главное, это поставил он вопрос о ценности жизни. Вот. Он задавал вопрос так, вот представим себе вот некие греки, да, вот, какие все-таки они были замечательны, сколько они придумали в культуре, искусстве, сколько, какая мощь, телесная мощь во всем, что они делали, в словах, произведениях искусства, в архитектуре проявляется. И тем не менее, вот именно эти греки придумали трагедию, тем не менее, эти греки от чего-то страдали, страдали от жизни, да, вот, у них был некого рода, там, пессимизм. И вот он пытается этот вопрос разрешить. Интересно, что он пытается этот вопрос разрешить исключительно в позитивном смысле. Просто та же самая логика, которую сейчас мы проследим на рождении этой трагедии, будет потом в другом месте, обыгранного в негативном смысле. Совершенно одинаковая логика, но просто оцениваться будет по-разному. Здесь позитивная логика стоит в счет, что греки изначально как бы хороши. И поэтому, если мы там увидели у них что-то такое в виде вырождения, да, в виде какой-то болезни, да, вот, например, вот, а именно там, вот этот пессимизм, то это просто в силу того, что, вот, как он пишет, что, возможно, мощь жизни, как бы, иногда вот, мощь жизни, там, утверждение жизни, иногда сталкивается с таким эффектом, да, вот, избыточности, да, что эта избыточность порождает, как бы, вот, эффект такой болезни. В чем состояло, что, какую основную заслугу ниши видят у греков, что, вот, греки были, вот, первоначальные, там, древние греки, там, Гомер и Схил, там, они были, вот, именно инстинктивными существами, да, они не размышляли, так. Они, вот, подчинялись некому инстинкту жизни. Что такое инстинкту жизни? Да, вот, вот, человеческое существо, удавшееся, да, ему не надо задумываться, как себя вести, ему не надо задумываться, что делать. Он в неком находится фатуме, да, природном фатуме, и он, как бы, вокруг себя просто порождает то, что и может породить. Это, как, вот, система, да, вот, система включена, и эта система, она не может не работать. Она работает, и то, что порождает, она порождает. Все, вся греческая культура, вся, вся греческое искусство, философия и прочее, она была порождена именно вот этой, как бы, природной энергией, да, которая, прямо, изливается изнутри, прямо, и порождает многообразные формы. Ну, но греки видели, что существуют две стороны жизни. Я пытаюсь просто рождение трагедии просто пересказать, да, что две стороны жизни. Есть вот некая аполоническая сторона, да, вот, сторона, и есть дионисийская начало. Это две стороны, которые очень важны для понимания того, что такое трагическое. Дело в том, что они понимали трагичность жизни, что человек смертное существо, понимали, как бы, о том, что, как бы, существуют некие ужасы жизни, да, там, есть непознанное, там, коварное и всякое другое. другое, да, там, неизбежное. И вот они прикрывались афалоническим началом для того, чтобы не видеть вот эти глубины Денисийского. Но тем не менее, понимали, что и то, и другое важно. И трагедика вот именно возникает из этого. Но это состояние пессимизма греков является позитивным. Теперь возьмем вот другую работу, да, вот, для того, чтобы понять перекличку вот с этими, с рождением трагедии. Это работа Сумельки Идлов, там вот есть такая вторая глава, называется «Проблема Сократа». И, собственно, у Ницше получается так, что, несмотря на то, что вот древность, она вот такая была вроде как хорошая, тем не менее, как вот какой-то момент упадка, какой-то момент, как бы вырождения, какой-то момент появляется. И этот момент вырождения Ницше связывается с Сократом. А в чем там проблема? Проблема состоит в том, что Сократ является первым греком, как считает Ницше, и, наверное, мы ему в этом поверим, который поставил все не на инстинкты, а именно на разумность. То есть он считал, что добродетель равна разумности. Ницше говорит, что до него вот добродетель равна была инстинктом, и пока человек восходил, как бы, его инстинкты, собственно, естественным образом выражались в том, что человек был добродетельный, человек возрастал и так далее. А Сократ первый, зачем Сократу нужна была диалектика? Зачем Сократу нужна была разумность, что что бы то ни стало? Откуда такая формула, что добродетель равна разумности? Довна равна истины, не равна красоте. Откуда такая формула вдруг взялась? Почему он вообще разум выслал на первое место? Ницше это объясняет тем способом, что Сократ был неким симптомом вырождения нации, что как бы инстинкты находились в некой анархии, люди уже не могли управляться только инстинктами. И вот уже был какой-то другой начал, который бы эти инстинкты упорядочил, некое властвующее начало разумное, которое могло бы эти инстинкты укротить. И вот Сократ придумал средства. То есть Сократ сам был вырожденцем, но он был вырожденцем не на пустом месте, уже вся нация вырождалась. То есть этим он как бы доказывает, что тот разум, на который мы опираемся, когда я вот сказал изначально, что мы, как правило, привыкли опираться на то, что вот все разумное, оно правильное. Если у нас общество устроено разумно, оно значит устроено правильно. Если наука это берет разум на вооружение, значит наука устроена правильно. Так вот ниша вот этих примеров Сократа показывает, что вот разум есть некое оружие, оно как бы неправильное. Почему? Потому что она направлена против инстинкта. Потому что вот инстинкты были неупорядочены, Сократ придумал новое средство, диалектику, Он упорядочил эти инстины специальным образом. Про Сократа он даже отдельно, уничижительно высказывается следующим образом. Сократ был, как известно, из простонародья. Он был безобразен. И он говорит о том, что уже древние физиогномисты говорили о том, что безобразие, если человек безобразен лицом, он, значит, и безобразен души. И даже есть такую историю, которая приводит в виде анекдотов, что какой-то физиогномист, приезжавший в Афины, увидев Сократа, сказал, что вы, на вашем лице написано, что вы являетесь копящим всевозможных пороков и страстей. На что Сократ ответил, что вы меня поняли, вы меня знаете. Но, как видишь, добавляет Сократ, всех их, над всеми ними... Я сумел стать над ними, господи. Да, Сократ сумел над ними стать, господи. То он отвечает физиогномисту. Да, да. А что физиогномист ему отвечает, как говорит следующий вопрос? В этом это и больше всего виновен. Ну, это уже добавление ниши. Вопрос следующий, как бы, что... Этим способом показывает, что вот разумность, да, которая в современном обществе, и вообще для нас, для людей, стала чем-то важным, вообще, на самом главном, да, которое выражается в науке, и для ниши является возражением. Для ниши, в принципе, и к самым главным является жизнь, да, вот инстинкт и страсть. А разумность есть некое противоначало, да, и это начало противное, оно как бы разрушает вот эту гармонию, природную гармонию, инстинкт, так и жизнь. Следующая работа у него посвящена, он интересно подходит к вопросу о том, как произошла сама мораль. Откуда вообще для него всегда было постоянно, вот, в его переоцетке ценностей, в движении к пониманию того, что собой представляет человечество, очень важно было понять, почему человечество двигается одним путем, а не другим. Вот у него есть такая работа к генеалогии морали, да, и там, где он разбирает и пытается на своих позициях, исходя из того, что самым ценным является инстинкт и страсть, да, что это и есть собственная жизнь. А все остальное должно как бы подчиняться этим, этому основанию. Он разбирает того, как возникла мораль. И вообще говоря, у него мораль потом превращается в некую противоестественность, даже более-то, что у него есть понимание некой зрелой морали, потому что у него правильная мораль должна быть та, которая оправдывает некое восхождение жизни, да, то есть здоровая мораль – это та мораль, которая должна была бы подчиняться инстинктам и подчиняться жизни. Что значит подчиняться инстинктам и подчиняться жизни? Вот он описывает, вот он описывает там некого человека, которого он считает правильно, да, которого он считает соответствующей природой. Это некая белокурая местия, которая может быть среди своих других подобных равных белокурых местий, ведет в себе чинные приличия, но как только уходит от этого гнета общества, возвращается на луну природы, он там ведет себя как дикий зверь. Убивает, насилует, режет и так далее. То есть он считает, что такая белокурая местия, ты есть нормальный человек, это некий идеал человека. Потому что у него есть тинг, они находятся в неком безудержном, неограниченном состоянии, они влекут человека к каким-то действиям, и это и есть правильное состояние человека. То есть состояние человека, который живет в обществе, который ограничен другими людьми, это состояние уже неправильное, это состояние сломленного некого человека. В свое время я делал доклад по поводу формальной этики, где на самом деле основным правилом, которое устанавливается между людьми, состоит в том, чтобы люди ограничили себя, чтобы дать свободу другим. Чтобы люди должны ограничить собственный произвол, чтобы можно было жить совместно. Потому что если каждый человек будет действовать как угодно, вести себя как это белокурае местие, убивать, резать и так далее, то никакого общества никогда не может быть. И в этом состоит, опять же, это указывают, разумность. Но разумность у ниши является ругательным термином. Поэтому если в этом состоит разумность, это наоборот является возражением. Ниши – это сторонник некой природы, которая сама по себе в своих проявлениях безудержна. Она постоянно избыточна, она постоянно насилует, и природа же так поступает, и человек должен так поступать. Даже не должен, он, в принципе, находясь в природной стихии, так себя ведет. Точно так же, как и звери себя ведут, не обращая внимания на какие-то запреты, или что-то в этом роде. Так вот, у него в отношении, тем не менее, внутри природного человека, он делает некое различие любопытное. И вот это различие, оно состоит в том, что всегда образуется некая группа лекаста господ и каста рабов. Всегда образуется. Поскольку всегда все везде борются за некую волю власти, поэтому всегда есть господа и всегда есть рабы. И рабы, и господа есть от природы. Вот так мы говорили о Гекеле, да? Но там некая предварительная ситуация, что два суверена сталкиваются с друг другом, там между ними идет борьба, и потом, если один задается, он становится рабом другого суверена. Здесь нет такой предварительной ситуации. Вот природы всегда, одни прирождены быть господами, а другие прирождены быть рабами. И так устроено. И так должно быть, это все правильно, это никак не обсуждается, никакого морального здесь смысла нет. Ну это просто типа закон природы, поверьте в это. И вот он, как провести, ему очень важно здесь провести различие между господами и рабами, потому что из этого различия следует, собственно, вырубить. Различие следует то, вот теперь я подхожу к главному тезису моего доклада. Различие следует то, что вот господа, вот они именно активны в нашем смысле. Вот они порождают ценности. Вот они являются некими какими-то такими чистыми действиями, да? Вот они порождают при ценности любые ценности, какие вы им вздумываете, да? Вот они могут, они создают культуру, они создают искусство, они создают все. Они создают все формы, и они накладывают эти формы на работу, на какие-то примитивные народы, на государство и так далее. Они создают все остальное. А все остальное другие люди, которые не могут быть господами, которые от природы являются такими-таки вялыми, да? Пассивными, как мы говорили в прошлый раз. Они принуждены покоряться вот этой форме внешней. Им деваться-то некуда. Они должны покоряться. А почему они вынуждены покоряться? А потому что у них вот этой активности, которая бьет через край, которая является продуктивной, у них нет. Тех, у кого продуктивность есть, те, которые постоянно что-то созидают, которые постоянно действуют, которые постоянно активны, имеют право по природе поработить остальных, у которых этой активности нет. И вести их куда-то, вот в видах своей цели. Потому что для ниши самое главное, чтобы вот некое было, опять же, всегда и везде, было некое восхождение человека, да? У него некое есть восхождение человека, как сверхчеловек, потому что у человека есть некий переход, только в какой-то промежуточный момент. Ну вот как бы есть такая некая цель опять какого-то бесконечного восхождения, да? Но это бесконечное восхождение может осуществляться только вот этими выдающимися личностями, которые являются активными, которые являются производительными, которые являются продуктивными. А вот те стадо, что можно было назвать, да, вот это стадо, которое непродуктивно, они должны это как материал использовать для своих целей. Из них что-то ваять, формировать, делать что угодно. Они имеют право, потому что они имеют это право от природы. Так устроена природа, опять же. Это закон природы. Но эти, ведь тут на самом деле заключена некая ностальгия, потому что во время, когда живут нитшие, во время, в котором мы сейчас живем, рабства-то уже как такового нет. И вот тут существует некая ностальгия, он пытается объяснить, почему же так, как же так. Вот природа так устроена, что господа должны править, а все остальные пассивные создания подчиняются этим господам, этим активным людям. Почему же случилось так, что вдруг рабы как-то вырвались на свободу и потребовали равенства? Откуда вот это восстание рабов-то взялось? Вот ему надо это объяснить. Собственно, в этом состоит как бы вот цель, цель его работы, генеалогии морали. Но он объясняет следующим образом. Оказывается, рабы и вот эти природы, другие пассивные люди. В чем их пассивность-то проявляется? Пассивность их проявляется в том, что они не могут создавать ценности, они не могут быть действиями, которые что-то созидают, но они могут реагировать. То есть они как бы вот, они реагируют на некие внешние раздражители. Вот случается что-то с ними внешнее, допустим, пришли господа, их пограбили, у них возникает, допустим, какая-то на это реакция. То есть всегда, они всегда только вторичны. И в этом он, Нитша, вообще видит основную характеристику вот этих других пассивных людей, которых он называет рабами, плебеями. Он даже там целую этимологию под это подводит, что вот почему как бы и одни всегда были господами, а другие там, даже в языке этого появляется, а другие всегда должны были быть плебеями, рабами и так далее. Так вот, теперь наша дилемма, активный и пассивный, расплался на другую дилемму. Есть активный, а есть как бы реактивный. Вот если их потревожить, Мишка сидит, например, раз ему по голове, то он может что-то сделать. То есть он реактивный, сам он не порождает, но он может действовать реактивно. Так вот, почему все-таки эти реактивные, а в этом и состоит логика рассуждения Нитши, вдруг возобладали, почему весь мир стал таким вот реактивным, пассивным? Почему? А потому что у этих реактивных, вот как я говорил вначале, что инстинкт жизни, он какой-то, он не прибегает к уму, он действует как фонтан, он изливается просто, как жизнь изливается. Для него разум не нужен. А вот эти вот реактивные, они вот в себе на уме. То есть вот они сидят там, что-то внутри в этом котловане, что-то переваривают, и у них возникает всякого рода мстительные мысли. То есть они вот хотят как-то отомстить, потому что у них вот возникло, произошло что-то с ними, И они вот думают, как среагировать. То есть они могут только среагировать. И поэтому у них зарождается то, что называется разум. И вот они вот это оружие разума, мстительности, однажды организовавшись, они просто решили взять власть. То есть вот эти разумные люди, которые по природе должны подчиняться господствующим, они взяли на господствующую власть. Естественно, господствующих всегда мало, потому что это некие знатные, избранные, аристократичные, лучшие. Все самые лучшие какие-то термины есть, какие можно высказать о неком виде человека. Вот к этому относятся слова. А все как бы уничижающие слова относятся вот к этим. Это реактивно. И вот эти реактивные, они там плепеи и всякого других, они однажды взяли вверх. Почему? Ну потому что вот у них была разумность. И вот они вот мстительным образом из-под тяжка как бы вот это взяли власть. Каким образом взяли власть? Тут самое любопытное. Самое любопытное то, что вдруг вдруг возникает еврей. Ну как же без них? Самое интересное, что он когда рассуждает о неких вот жизнях, он говорит о том, что одни люди должны господствовать, а другие люди должны повиноваться. То речь идет просто как бы можно сказать о природном законе. И даже можно с ним согласиться и не спорить. Наверное, в чем-то он прав. Но тут почему-то разговор переходит на расы. Сначала он говорит о том, что вот была какая-то раса господ. Уже не отдельные люди какие-то, да, там бегают, нету ни народов, ни рас, ничего, да, просто бегают какие-то отдельные люди. Одни сильнее пришли, поработили других. Ну, простая логика. Тут нет, оказывается, есть расы господ. Причем там возникает понятие арийская раса сразу. У Гитлера недаром возникает понятие арийская. Это все нишанские темы. Вот есть некая была арийская раса. Есть другие расы какие-то, которые, в принципе, являются вот такими подземными расами. Одна из такой подземной расы, такой мстительной, является еврейским. У него здесь отдельные темы проходят, и это надо тоже затронуть для полнотой картины, жречество. Вот среди аристократии делится на две части. Есть аристократия военная рыцарская, есть аристократия жреческая. Рыцарская аристократия, она, естественно, физически сильна, а жреческая аристократия, они обычно физически слабы. И поэтому у них, вот такая простая логика, у Ницше возникает ненависть к аристократии военной. И вот эта ненависть порождает некое столкновение между жрецами и воинами. В чем здесь состоит интересность и как-то выверт логики? Потому что от этой логики столкновения жреческой аристократии и аристократии военной, он переходит к столкновению Рима и Иудеи. Потому что не иначе как. Рим это все-таки был жреч, был это военная аристократия, каким образом, непонятно. А Иудея это было не что иное, как жреческая аристократия. Даже не только, что жреческая аристократия, он потом переходит. То есть сначала говорил об аристократии, потом перешел к разговору народов. Это был Рим против Иудеи. Ему на самом деле важно просто скользить по смыслу. Соответственно, эти смыслы реальности ему не важны. Вот есть некая борьба между Римом и Иудеем. Рим выражает. Теперь просто все это разговоры переходят. Сначала этот разговор был, еще раз напомню. Сначала этот разговор был просто о людях. Есть люди господа, есть люди рабы. Потом этот разговор перешел, есть расы господствующие. Там арийская раса и остальные расы, которые должны покориться. Потом этот разговор по чуду перешел. Эта разница между двумя аристократиями. И потом эти две аристократии перешли в разговор о противостоянии Рима и Иудеи. Логики здесь нет никакой. Ну, как бы, ладно. Мы как бы не о логике сейчас говорим, а говорим о том, что хочешь сказать лучше. Вот Рим против Иудеи. Рима это как раз почему-то на стороне вот этих господств. То есть это какой-то господствующий. Мир такой, вот он созидает там какие-то опять ценности. Он вот этот вот активизм проявляет. Он строит империю. И евреи какие-то затаились, они вот такие подземные, они такие мстительные, да, что-то там вот. Они не могли ничего измыслить, как придумали христианство. А сами Иудеи придумали христианство, противопоставили себя христианству и создали тем самым соблазн для Рима. Чтобы Рим, который видел в Иудее главного врага, как пишет Тацит, как Тацит писал о христианах, что христиане это человеконенавистнические сообщества. Так вот, Рим принял эту приманку и привел христианство. И тем самым пау. То есть как бы иудеи, и евреи победили тем способом, что придумав как бы измыслить некую хитрую приманку в виде христианства, они как бы разрушили Рим. Вот такая смешная логика, что Рим как бы посчитал, что враг моего врага является моим другом. То есть христианство, поскольку оно является врагом еврейства, значит он мой друг. А почему-то потом оно принимает христианство и все падает. Вот такая вот хитрая логика. Непонятно, какое отношение она имеет, собственно, к рассуждению о генеалогии морали, но она вот приведена в генеалогии морали, он по этому поводу там много воздыхает. Это большая у него печаль, а в Рима типа нету на самом деле. А эти подлогие евреи до сих пор живут. Ну, в общем, как-то так. Но мы пойдем, будем двигаться дальше. Нам главное запомнить, что? Нам надо запомнить, что есть некий активизм. Активизм продуктивный. Он выражается неким господством. Этот активизм не просто порождает ценности, а он еще обязательно порождает власть. То есть у этого активизма есть обязательно необходимость быть властующим началом. И это властующее начало, в частности, является в том числе и политическим. Политическим властующим началом. Но и не обязательно. Это власть идеи может быть, власть чего угодно. Все стремится к поле власть. И вот есть пассивное начало, но оно не простое пассивное, оно реактивное начало. Оно мстительное, оно такое подпольное, оно постоянно стремится что-нибудь уничтожить. И вот он на самом деле в каком-то отношении начинает затачиваться и пытается понять, почему же вот это вот такое иное, вот это вот подпольное пассивное начало, почему оно такое плохое, почему оно такое реактивное, почему оно такое, как оно есть, почему оно пытается разрушить жизнь, почему вот это вот эллинство, вот это такое замечательное, такое выдающееся аристократическое эллинство, которое было основано на нас, почему оно исчезло, почему сейчас мы живем, почему он каждый раз время от времени переходит в современную эпоху, почему мы живем в таком обмельчавшем мире, где человек представляет собой все-таки насекомое, вот он заплодил всю землю, ничего собой не представляет, мы не видим этих гигантов. Ну, так сказать, аристократических гигантов, которые бегали бы по полям, там убивали кого попало, это типа как-то плохо. Ну, теперь перейдем к следующей работе, которая тоже важна. И эта работа, как бы вот это антихрист. Он в антихристе продолжает свою линию. У него самая линия, как говорил уже, переоценка всех ценностей. Переоценка состоит в том, что он хочет всячески вот эту вот часть, которая сопротивляется, которая должна была подчиняться, и которая сейчас обрела власть, и которая теперь властвует в мире, и в современном мире, и в определенный момент победила. Собственно, он пытается понять, как с ними побороться. И он считает, что самым главным идеологическим принципом, которым вот этот вот подчиняющийся сейчас живет, является христианство. Собственно, антихрист – это и есть как бы проклятие христианства. Потому что христианство – это вот и есть та идеология, которая сплачивает вот этих слабых, вот этих бессильных, которые могут только мстить. И благодаря христианству, как бы, они не эти слабые господства. Поэтому ударив в эту область, он как бы считает, что, ну, я не знаю, видимо, когда-нибудь там в будущем рабство восстановится, как бы и господствующие опять будут господствовать. для того, чтобы подойти к идеологии, он изменяет, вот и это и есть, собственно, позитивное в том, что является философия Ницше, он пытается изменить саму методологию, как бы изменить, нести некий вклад в методологию своих рассуждений. Вот до него, вот была некая классическая философия, где рассуждали следующим образом. Вот есть некая причина, да, вот рассверсивающим образом. У каждого следствия есть причина. Ну, это вот классическое рассуждение, там, идущее от Декарта и Спиноза, ну, вообще, идущий, может быть, в принципе, и глубокий прикол, что не бывает, у всего есть причина. Ничего без причинного быть не может. И, как бы, и всякое рассуждение классическое, оно опирается на то, что изыскивает у всякого следствия причину. И вот Ницше обращается к этому вопросу, на самом деле. А как дела обстоят вот с этим, с причинами в области морального? А в области морального, утверждает Ницше, как бы, причин, это никакой нет. Потому что, если у нас есть некая жизнь, да, которая, как бы, живет по законам жизни, то всякое, все, что мы видим, это есть некие симптомы той или иной жизни, да, либо восходящей жизни, либо нисходящей жизни. Мы не можем причинно-следственное рассуждение, то есть рассуждение в терминах причинно-следственное применить для обсуждения того, что такое жизнь. Потому что жизнь – это и последняя основа, куда мы дальше двигаться не можем. Мы не можем выйти из жизни, да, для того, чтобы оценить, что такое жизнь. Мы не можем подвести сюда какие-то причины. И поэтому, на самом деле, мы можем говорить только о жизни в терминах симптомах, да. Что когда мы рассуждаем о жизни, мы рассуждаем не в терминах причинно-следственных, в этом состоит как бы добавление методологии, а мы рассуждаем в терминах какова жизнь. То есть восходящая ли жизнь, достойна ли жизнь, или недостойна, либо нисходящая, либо жизнь как бы умирающая, да. Либо как бы… А что такое восхождение жизни? Восхождение жизни, я уже говорил, равно восхождению страсти, восхождению инстинкта. Так вот, жизнь, она живет, и инстинкты этой жизни развиваются или жизнь живет и эти инстинкты подавляет. Вот допустим, христианство. Что делает христианство? Она говорит человеку, что человек должен быть определенным образом, добродетеленным. Должен вести себя строго определенным образом, следовать заповедям и так далее. Тем самым, она что делает? Она вот эти инстинкты жизненные, на которые у человека прут, она их обрезает. Она пытается их остановить, она пытается их граничить. Но на самом деле, если вдуматься, так поступать не только христианство, Это так поступает любое общежитие людей. Когда люди живут вместе, они вынуждены ограничивать друг друга, чтобы совместно жить. Ну вот, в данном случае в христианстве видится такая же логика. Так вот, он говорит, раз христианство так поступает, раз оно пытается ограничить инстинкт из человека, значит, христианство противоестественное. Значит, мораль, которую проповедует христианство, она не должна быть, она противоестественная является. Потому что настоящая мораль, она должна опираться на инстинкты, она должна их провозглашать, и их это возвеличивает. Вот логика такая. То есть, именно потому, что в христианстве жизнь обратилась против самого себя, Ницше видит, что христианство является неким вырождением, неким упадком, некой болезнью. Вот теперь про терминные болезни я говорил, а здесь очень важно, что как-то почему-то перекликается вот эта господствующая каста среди людей, и та каста, которая должна подчиняться, они почему-то еще разбиты на ту касту, которая с господством связана здоровье, процветание, богатство, могущество, знатность. А вот с этой бедной кастой, которая должна поминаться, почему-то связаны болезни, связано вырождение, декаденс, все самое плохое находится на этой стороне. То есть, у него получается, что незначительное часть человечества, отдельное какое-то численное, ну какое-то малое количество людей, они являются здоровыми, а все остальное человечество, оно в принципе больно. И вот эта болезнь, то есть христианство, именно порождено вот этой болезнью. Потому что она как-то проявляет себя, в частности, она проявляет себя христианство. Частственно, проявляет то, что эти болезненные люди, они победили однажды, Они как бы расплодились по земле Они в современной Европе, в современной ниши там живут Они живут в нынешней Европе Они ничего не могут создать солидного, ценного Они как бы могут только все испоганить и испортить Делая вывод, можно просто следующее сказать В отличие от предыдущего рассуждения, когда вы говорили об активности Здесь просто активность понимается вот таким способом Очень интересно, что те, кто платит ценности, те, кто порождает Они хороши не только тем, что они просто существуют, как я говорил в прошлый раз Только в те моменты, когда порождают А в принципе просто они являются господами В некотором смысле через них только жизнь восходит Потому что все остальное является неким вырождением и болезнью Если есть какие-то другие люди, которые не производят, а только реагируют Они, собственно, должны подчиняться вот этим людям Но нам важно не сам теме подчиняться Нам важно то, что они, в принципе, недостойны жизни Они вообще даже людьми-то, собственно, не являются по-хорошему Это просто некий мусор, на них даже внимания обращать не надо Вот такой доклад То есть некая другая точка зрения Вот эта точка зрения, можно сказать, что она фашистующая Она тут явно фашистующая И то, что я всегда говорил, что Ницше является просто прямым идеологом фашизма И то, что выразилось в фашизме, у Ницше все это есть И тут какие-то оговорки делают, что вот Ницше бедный такой, типа философ Он совсем другое имел в виду, тут никаких таких оговорок сделать нельзя По смыслу Ницше проповедовал даже не фашизм, а рабство И возврат к этому рабству Потому что, как он считал только в рабстве, да, вот это неограниченное меньшинство Может осуществить свою волю, да, осуществить свою природу Потому что у них инстинкты властвующие, они должны овладеть вот этими вырожденцами, да, вот этими остальными человечествами Которые должны подчиниться И только в этом заключается, собственно, восхождение такой природы, как человек И в генико-человеческом это заключается А все связано именно с тем, что Ницше ратал прежде за то, чтобы вот человек Чтобы смотря на человека, как бы, можно было гордиться Вот Ницше смотрел на современного человека, и ему было стыдно за него А он хотел им гордиться Да, какое просто, в изложении просто, какой кошмар, а просто Чувак взял, насобирал модных в то время глупостей, целый мешок Из них устроил себе мировоззрение Здесь и дарвинизм в древней наивной форме Здесь и тогдашняя немецкая филология Тогда и Грецию это придумали незадолго до этого И всякие такие штуки Все это как бы так навалено И это же очень смешно Он же, грубо говоря, современник Максвелла То есть ему нечем было гордиться В то время как именно тогда и была и создана современная, например, наука В полном ее рассвете Восхитительно просто Все-таки хотелось бы в Ницше найти хоть какое-то позитивное содержание А не только скопление глупостей второй половины 19 века На самом деле ты будешь смеяться Меня на доклад о Ницше наполкнул такая странная Как бы я прочитал на сайте, на нашем очередной пост Человек, который философию, видимо, не особо хорошо знаком Просто пишет, что философию Ницше он понимает, она ему близка А вся остальная философия тому будет Девочка какая-то Да, просто я бы хочу сказать, что почему-то так случилось Что все почему-то думают, что у Ницше есть какая-то вот такая потаенная глубина И почему-то как бы Да, это есть такая распространенная мысль Но почему-то всю эту философию доступна всем Почему-то от кого не встретишь Все знают философию Ницше Все ее читали, всем она нравится Но это же странно Потому что он стилист и филолог Нет, я подозреваю, что просто нет никакой глубины Именно потому Близка внутренней Да, она просто близка внутренней Она на самом деле является вот этим ходящими предрассудками Вот он был собранием ходящих Он, скажем так, он стал Стал собранием ходящих предрассудок В 19 веке Может быть в 19 веке это и не было предрассудки Может быть это было как новое слово Да Ну сейчас это выглядит Внутривидовая конкуренция Я могу сказать про Вальтера Скотта Вальтер Скотт, когда он писал свои романы рыцарские Эти романы были высшим искусством Считалось, что это было принято читать эти романы Потом, что теперь Вальтер Скотт? Вальтер Скотт теперь детский писатель В каком-то смысле вот Ницше, когда он писал Он, наверное, думал, что да Он где-то там на передовом крае Эта философия находится Но на самом деле он вот скатился вот в этот детский сад Вот это философия детского сада Я просто не стал акцентировать здесь на ошибках логических Хотя об этом один рассказал Бесконечные логические ошибки Переходы, подмена понятий Расширительные толкования Постоянно какие-то несущественные отклонения Какая-то, в общем, мелочность Причем иногда такая убежденность и самомнение О каких-то пустых вопросах Которые просто, ну, современным людям просто глупо обсуждать Он считает, что такие настолько бесконечно важные вопросы Вот надо туда там взять и изучать, изучать, изучать Ну вот он хотел написать в конце жизни Хотел написать целый трактат О том, как мы чувствуем Как мы там через чувства воспринимаем А, вот хороший пример другой Он считал, что вся философия состоит в следующем Что она наследует у теологии следующее представление о мире Вот есть наш мир Это мир кажущейся А есть где-то далеко истинный мир По ту сторону кажущегося И вот он пишет, что вот я великий философ Я вам сейчас в четырех тезисах докажу Что никакого истинного мира нет А что кажущийся это единственный истинный мир Но это он доказывает Да, и он доказывает в четырех тезисах Просто совершенно просто Ну, это не философия Это все просто Ленин бы, да? Не, ну почему? Доказывают же реально Да нет, просто такого представления и не было Какой истинный мир Это что? Это... Просто человек, типа Ницше Никогда не читал Гегеля, что ли? Как о нем говорит Батай Вот только читал, что? Канто только читал Все, что удосужился прочитать из философии Это прочитал Канто, да? В таком популярном изложении. И вот у него появился каждый вот этот истинный мир, вещий в себе потусторонний. То есть понятно, что он идеологически был востребован для того времени, да? Это белокурый человек, который покоряет колонию за колонией, и устанавливает им новый справедливый и улучшительный закон. Дает им цивилизацию. Не, ну и мешало христианство, мешало. Ну, Редиарда Киппинг, типа парень такой, двоюродный брат Редиарда Киппинг. И вообще на самом деле... Время белого человека. Или Джека Лондона, вот. Джека Лондон попозже. Я просто сам был в этом, и являюсь, может быть, в каком-то смысле, не с шансом, но если когда его работу читаешь, не можешь отделаться от того, что парню не хватало никакого психоанализа. У него иногда вот его личные какие-то проблемы там постоянно всплывают в виде философских проблем. Не знаю, может, у него там личные какие-то были там еще проблемы, ну, глупо получается, в общем. Считать как-то даже неприлично. Ну, например, о том, почему философы должны быть аскетами, потому что вот типа философии мешает там это общение с женщинами, там, да, там, переедание, там, вся порода утехи, там, вот, философ должен себя хоронить, там, он типа должен ходить, ничего не делать, сидеть аскетом там в своей пустыне там, типа и творить. Ну, такой бред Никита. Ну, ты сидел в своей пустыне там и творил, ты философ. Ну, все, он же образец философов, что ли? Не, ну, почему он не в пустыне сидел, они просто говорят сифилис был, поэтому он вынужден сидел в пустыне. Не знаю, насколько он вынужден сидел в пустыне, но он в качестве довода такого, потому что ему уже надо как-то защититься, он же на самом деле жил один. В Европе в те времена было как-то неприлично жить одному, непонятно скитаться без жены, без всего. Он защищается тем способом, что вот настоящий философ, типа Канн, Спиноза, Левнис, по-моему, не были женаты. И женатый философ, это персонаж комедии, вот такой у него, высказывали. Ну, какое это отношение имеет к философии? Какое? Ну, у тебя личные проблемы, нет у тебя жены, тебе нравится без жены. Он же сам пишет на самом деле, у одного оптимум один, у другого оптимум другой. Ну, мало ли какое. Одного, допустим, хорошо мясо есть, другому нет. Другой вегетариан. Он сам пишет это, и вдруг такое возникает у него отношение, что философ должен быть обязательно аскетным. Почему? Бред какой-то. И так у него постоянно, у него постоянно его личное перемежается с каким-то действительно, ну, может, иногда интересными идеями. Ну, вот его основные идеи, которые, как я считаю, прямо двигаются от рождения трагедии, вплоть до его антихриста, они все идут к идее детские, просто детские. Детская идея какая-то, вот, что было какое-то древнее, справедливое, замечательнейшее общество. Еще люди жили 90 лет, да. Да, 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 там они творили, там, писали здорово, да, да. Культуру создали великолепную, которую мы до сих пор подражаем, который является для нас образцом. Ну, надо припомнить, что он является филологом, античником, да, и поэтому у него все идеалы лежат именно в античности. А сейчас, так все плохо, какие все грубые натуры, пиво пьют, там, типа, сколько пиво уничтожил, там, пиво уничтожил, всю германскую нацию, там, какие они все крестьяне, там, он рассуждает о каких-то вещах ему неинтересных, вот туда, надо куда-нибудь туда в античность, там. Ну, тяжелый случай, да, то есть стало какая-то... Причем, можно прочитать другие места, что он ведь тоже считает, что все фатально, да, что есть некий фатализм, но если есть некий фатализм, то невозможно ничего изменить, ну, что постоянно ностальгировать о том, ну, допустим, было замечательнейшее общество, допустим, даже если ему поверят. Ну и что, что с этого-то теперь можно сделать, если все фатально, если ничего изменить нельзя, ну, чего об этом-то петь постоянно, на разные лады. Ну, что, Гитлер решил, что можно все-таки? Да, Гатерина же пыталась. Так кто-то и создает противоречие, что он с одной стороны... Превосходство немецкой нации. Да, правильно, он с одной стороны, ведь говорит, что все фатализм, а с другой стороны, что это все неправильно, надо изменить. Это не они. Так у него это противоречие сквозит, вот если взять уже волю к власти, хотя это является сборником, там, компиляции многих его, там, всяких работ и набросков, то там так и написано, с одной стороны все фатализм, а с другой стороны надо все изменить. С одной стороны, как бы ничего изменить нельзя, а с другой стороны, это все это неправильно, и это неизбежно надо искать новые пути, да, вот это... идея сверхчеловека, откуда взялась на нее? Значит, все-таки двигаться можно, получается? Да, понятно, откуда. Это дарвинизм самый, что ли, надеюсь, что определенные глупые особи рождаются. Причем, он понимает, это высказать про Дарвина, он понимает, он как-то даже там возражения какие-то говорит, что у меня типа не дарвинизм, у меня типа как-то немножко по-другому, потому что ударена типа борьба за существование, это, мол, все глупости, а на самом деле... Борьба за восхождение. Да, а на самом деле вот кучка какая-то маленькая, выдающейся личности должна восходить, и в этом состоит, мол, сущность человека, что человек должен восходить, он должен стремиться к некому сверхчеловеку, но для этого нужно что сделать? Все ресурсы как бы построить по некой вот иерархии, что сверху вниз, да? Одни должны быть рабами, и не рыпаться, а другие, а кто-то наверху должен, так сказать, пожинать лаву. Вот так как-то должно быть. Такая военная организация такая должна быть. И это как бы правильная структура человечества. Интересно, сам он согласился в такой структуре жить, потому что он работал что-то там, не помню сколько, три или четыре года работал там экстраординарным профессором, потом как-то заболел, вышел как бы в академический отпуск и всю остальную жизнь на пенсию, и тогда ты в академический отпуск и жил. Ну такой простой парень такой, знаешь, нигде никогда не работал толком там, скитался там и размышлял. Что самое интересное, он выглядел вот то, что он сейчас называет ботаником, причем ботаником в самом последнем смысле. Фотографии невозможно смотреть. В начале же был какой-то там... Но он один раз, один раз, он даже ходил куда-то на войну, там, воевал, был артиллеристом, там, типа... И как-то там, как Экихом, он пишет о том, что вот он, типа, артиллерист. Какой-то там артиллерист, оно. Ну, наверное, на большую войну, на вот это, в Сванце, 81-го года? Да, 81-го года, по-моему, да, как раз в Санце. Хорошая война была, маленькая, победоносная. Ну, собственно, я не о Нише хотел сказать, я, собственно, хотел... Нише это то, что просто поводом является. Поводом, это, собственно, я хотел сказать об активизме, что активизм можно понять вот так вот, по-другому, да? Что вот те, кто активен, на самом деле, те почему-то вот от природы, как бы, должны властвоваться, а те, кто вот пассивен, они должны повиноваться. Вот такая вот интересная ситуация. Если эти пассивные там все-то сопротивляются, то их можно мочить. Ну, кто быстрее намочит, на вот, тот и потратит по-активному. Кто-то, кто быстрее намочил, тот и активен. Мне еще, кстати, иногда создается такое впечатление, что Ницше почему-то хотел всегда противоречить. Знаете, как вот маленькие дети? Трое. А? Да, да, да. Вот он хотел, чтобы было иначе. Ему, вот, например, когда он обсуждает мораль, он ведь говорит так вот, как люди стали моральными. Не просто так вот взяли друг и стали, а из разумности, да? А потому что вот человек, вот возникали торговые отношения между двумя людьми, один давал деньги другому, да? И чтобы как-то вот закрепить долг, да, и эту клятву, да? Вот как бы говорили так, что вот если ты как бы не исполнишь клятву, ну вот тебе там типа там что-нибудь, ухо отрежет там или нос там, или что-нибудь такое, да? Как бы через насилие создавали память о том, чтобы люди держали своих клятв, своих как бы обещаний. То есть, и причем он так смачно, так обильно описывает, как это вот древние наказания там всякого рода там, как там все это совершалось, и пишется о том, что вот в любой казни так много праздничного. У него все это как-то такой, с такой ершистостью он хочет показать. Вот вы все такие придурки не понимаете, как мораль образовалась. Она не от разумности образовалась, не от разумности. Потому что разумность это, как я уже говорил, это возражение, не от разумности. А потому что вот хотели выдрассировать животное человек, да? Вот хотели сделать его исчислимым, да? Вот и поэтому давай его пытать по-разному там. И все вот эти вот какой-то, знаешь, сладострасти и впык, какое-то вот это вот, это, постоянное, я не знаю, издевательство и над собой, и над человеком, и над издевательство над христианством. А то есть, то есть, интересно, да? Он толком христианства не понял, на самом деле. Но он издевается над ним очень впечатляющий. Он, например, издевается следующим образом. Там написано же, Христос же сказал, что если соблазнять тебе глаз, вырви его и отброс вон, да? И он спокойно над этим издевается. А что же вы так типа не делаете? Ну, взяли бы, так и делали. Ну, хорошо, что так и делали. Ведь потому что, ну, у него же и логика интересная такая. Ведь на самом деле, говорит, срывать свою злость на каких-то инстинктах только потому, что эти инстинкты, что последствия этих инстинктов нам не нравятся, это же глупость. Понимаешь? И вот христианство является такой, как бы, глупостью. Хорошо, что оно не действует на самом деле так, и что люди понимают, что как-то там инстинктивно, что здесь все-таки есть глупость. Ну, ведь речь-то ведь шла не об этом. Но уж о том, что его идеал человека, который представляет собой просто поросенка какого-то, да, вот какого-то такого, просто дикого зверя, я вообще не понимаю. Ну, является ли это вообще человеком? Почему надо обязательно, я говорю, описывать все в таких терминах, чтобы какой-нибудь читатель, там, 19 века, который привык, условно говоря, к какому-то добропорядочности, обязательно должен был восхититься и удивиться, вот какой нича там типа злодей. То это же ведь на самом деле просто некое шокирование, да? Подростковое шокирование. Да. Именно что-то подростковое поведение. Что все, он, причем у него такой принцип был, что я типа честный. А на самом деле, когда взглядываешься, он всегда почему-то по честности понимается так. Он берет из многих вариантов каких-то выводов самый какой-то страшный, да, какой-нибудь, самый какой-то такой... Эпотажный. Эпотажный. Он обязательно его выберет. Если как бы про мораль говорится, то обязательно насилие, обязательно там пытки, преступления. Он вообще видит, что справедливость придумали только для того, чтобы наказывать. Вот если никакой справедливости, не, не, разумности там нет никакой. Просто ну надо же как-то резать, наказывать. Вот придумали справедливость там. У него везде вот это вот. У него везде вот попытка как бы ошеломить читателя. Не так. Спредвижность подумает для того, чтобы пытать. Пытать, можно сказать. Для того, чтобы наказывать, для того, чтобы пытать. Теперь я объясняю вам, почему я пытался подойти к этому вопросу. Почему он нравится подросткам? Почему он нравится молодежи? Потому что молодежь так же устроена. Что вот есть некие взрослые, которые говорят о неком разумно устроенном обществе. А молодежь говорит, ну как это так? Ну вот Ницше же пишет, что у вас все устроено неправильно. Что вы вот тут людей пытали там. Не, ну вот какие-нибудь фразы из Ницше выбросить, кинуть кому-нибудь в лицо. Вот ты будешь говорить о разумности, а я вот буду говорить об инстинктах. Типа вот буду тракаться направо и налево. Потому что это инстинкт. Вот меня влечет и все. Это хорошо. То есть, совершенно примитивнейший способ рассуждения, примитивнейшая мораль, если она вообще здесь есть, она берется на вооружение просто потому, что это и, собственно, Ницше и есть подростковая философия. Именно настоящая подростковая философия. Конечно же, у Ницше, Игорь, прав. У Ницше есть философия, и есть какие-то проблески, и нормальная философия. Не без этого. Ну, вот, Ники, вот этот костяк, его философия, он вот именно такой. А может быть, просто тогда дарвинизм набирал обороты? Когда он был? Да, только и набирал, да. Он в 54-55 год, когда там. Потому что, как бы, не было. Только она набирала, это была эпатажная супертеория на тот момент. Ну, она была эпатажная, но не слишком все-таки это... Это уже философы ее, там, как бы, к людям применяли, понимаешь? Да это понятно, что... Она вообще не имела, она, в принципе, была в чистом виде сначала, вот в то время. Ну, она... Насколько я помню. Ну, любая теория становилась популярной только тогда, когда она совпадает определенного года в политическом мире. Иначе она никогда не занималась популярной. И вправду же. И она стала действительно верна. Все же там раскрешлялись. В Африке-то с пулеметами-то там, Зулусов и кого-то замочили. Несколько тысяч человек в войне. Несколько десятков. Все размещали, что победа современного человека. Размещались, все восхищались. Ну, вообще говоря, да. В неком смысле, что вот есть понятие цивилизованности, да, есть понятие, как бы, не цивилизованности. В начале 20-го века вообще... Мы имеем право нести нашу цивилизованность, как бы, в темные народы, да? Да, да. Имеем право их культуру ломать, как угодно, да? Потому что в этом наша миссия состоит, да? Вот мы некие расы белокурой миссии, да? Вот мы, как бы, имеем это право. Борьба этих новых индустриальных стран против империи, Ватикана, я думаю, имела место своей противовой идеологии, которая была основана, скажем, на святости, причастии, на сотворенности мира Бога, а тут тебе человека от обезьяны сотворили. То есть это была просто идеологическая диверсия против Ватиканского мира, который, в общем-то, был тогда господствующий. То есть это по своевимости... Ну, это я прошу прощения опять за пошлость. Идеология того времени, идеология новых индустриальных государств противопостояла из старых имперских католических держав. И в Испании, и в Португалии, они же были крупнейшими державами, и католическими, своими католическими мировоззрениями. И их, конечно, многие вещи... Ой... Многие вещи, такие как дарминизм, они, конечно, их взрывали. Плюс тогда уже примерно нашли эту древнюю Ангкор, да? Древнюю тут в Камбодже столицу. Внезапно только взяли в этой... И нашли... Нет, самое любопытное, что откуда возникает Шопенгауэр. Это просто как бы историческая справка. Вот когда в Европу каким-то образом проникли вот эти вот буддизмы, всякого рода учения новых, да, буддийских... Шопенгауэр, он же все его философии, это вот в ликом роде есть переложение буддийской философии. Просто на термины, наши термины, на термины кантовской философии, он, собственно, как бы его слово, оно является просто... Не, ну, может быть. Насколько оно является собственно его? Он берет за основу действительно понятие страдания, и все как бы исходит из этого. Мы возвращаемся к теме, кто для нас ничьего, для ничьего современной публицисты с конца 19 века всего лишь. То есть вы все-таки хотите разговаривать в том, что касается ничьего, а не касается его постановки и вопросов? Он как-то вопрос поставил. А какая у него постановка вопрос? Я не вижу никакой постановки. Это даже все, что он там это говорит, все его аргументацию даже обсуждать смешно. Ну что, я сейчас буду с наивным дарминизмом спорить в середине 19 века? Говорить, что единица и вета является вид целиком в развитии. Я же целый доклад вам по Апаптус забаса. Забаса. Единица является вид, а внутриветовая конкуренция не является самой главной, самой острой. Из нее виды не получаются, по всей видимости. Не, ну он же говорит о том, что и расы тоже есть как-то... Что-то дело. А как он внутри-то системы решает? То есть среди, получается, или он считает, что вообще может возникнуть вообще в принципе раса полностью белокурых бесей? Да, да. Она же... Или там все-таки внутри системы, значит, должны быть и пассивные, и активные, и такие... Его такие вопросы задать нельзя, он такие вопросы не ставит. Вы просто вещает просто как бы с планетой Марса. Да такое ощущение, что есть как бы один народ умный, и идентичные, которые расположены. А вторые совершенно не такие. Они первые, не образованные, в принципе. И эти... Это же хорошие идеологии. Всегда можно сходить на восток и, наверное, это дело на практике. Ну да. Ну, видишь, у них всегда есть оправдание, что работы, в конце концов, победили же, восстание работ случилось. Так что просто... Ну, не удалось восстановить природную, правильную логику, не удалось восстановить, да, о котором лучшие должны быть наверху. Ситуация, там, конец 18-19, особенно в той же Германии, в научном отношении, ну, просто была суперреволюция тогда. В смысле, дарвинизма? Нет, почему? Это магнитная теория была создана. Это по поводу того, что он не находит вокруг себя ничего высокого. Поразительно. А я знаете... Ну, это такое, это... Ну, действительно, наверное, личные какие-то все-таки... Не, я могу вам сказать... Обрежание такое. Я могу вам сказать, что самое любопытное, что Ниша, как ни странно, он христианин до мозга костей. То есть, в нем христианство... Вот он сколько угодно может, конечно, вещать о том, что проклятие христианства там... Что мы свободные умы и моралисты. На самом деле, он настоящий христианин. Ниша, на первую очередь, изобразил как тупого филолога. Который вот такой тупой филолог. Ну, может быть, конечно... Своей тупой филологии больше ничем не может отмерить. Так а почему он христианин до мозга костей? Ну, потому что, знаешь, вот как бывает, что... Каждый носится со своей болезнью, да? У каждого есть какая-то болезнь, и он с ней носится. Да, вот, если бы, допустим, у тебя болела что-то там, печень, ты всем бы рассказал, вот так как печень? Бывает же, у людей болеет печень. А что такое печень? Как она работает? Ты все об этом знал. Понимаешь? Так же ничь, что он везде носит с этим христианство. Ну, везде. Тогда это было понятно. Ну, и что ты пристал с ним христианство? Ну, допустим, проклятие христианство. Ну, живи отдельно, вот, христианство отдельно, ты отдельно. Нет, это понятно. Вот с точки зрения... Он же сам за роту три пишет. Пройти мимо пишет, да? Не, выращать внимание? Пройти мимо. Они боролись новые индустриальные, новые колониальные... Да дело не в этом. Просто он сам, потому что прирост к этому христианству, не мог он без него. Сам он дикадент, понимаешь? Вот и все. Сам он христианин, самый, что ни на есть, настоящий. Сам с собой и боролся. Нет, дикадент он получается настоящий. Полный дикадент. Сам является... Прежде всего он смотрел на себя в зеркало и описывал христианина. Как он рисовал христианин? Кто он такой? Смотрел на себя и понимал. Вот он такой урод, такой кривой, косой. Потому что сам он был таким. Вот и все. Это легко и легко показывается. Это достаточно... Можно просто текстуально это все показать. И все его там проклятие, это есть не что иное, как на самом деле герои. Вот если опять же вспомнить, что такое является юношество. Все мы, наверное, в юношестве говорили себе, что я вот, мол, себя ненавижу. Себя ненавидели, с собой боролись. Просто возможно, вот это юношество в философском смысле, оно сохранилось. Вот он в своем лице ненавидел это христианство. Что был настоящим христианином, но почему-то ему это не нравилось. Потому что с других позиций он считал, что это неправильно. О чем тут говорить? Ну а сам разговор, что Бог умер. Ну вот человек, которого Бог никак не интересует, он просто об этом вопросе даже не задается. Ну допустим, он даже знает о том, что вот есть некий Бог-то там, допустим, что кто-то об этом рассуждает. Просто занимается своими делами и все. И мы увидим другого человека, который Бог умер, Бог умер, там постоянно бегает и орет. Почему? Для конца 19-го века для всех это было новостью. Но опять же, это ипатажной новостью было. Опять же, новостью это было новостью. Большой новостью было. Это для нас не является новостью. А для них не нравится. Да дело же сам разговор о том, что Бог умер, тоже какой-то странный. Для 19-го века для Сергея. Он же потом там сетует, что вот Бог умер, да, как теперь. И вроде теперь люди обожествляют ничто, а камень обожествляет там, что-нибудь другое. Потому что люди не могут бессмыслу жить. Да, ему надо что-нибудь обязательно обожествить. Ну, вот тяжело ему, по-моему. Я просто подозреваю просто, что... Просто что у нас получается? Ниньша это тупой филолог, с того же мстилем. Да? Ниньша тупой филолог, с того же мстилем. Ну просто у тебя слишком резко сказано, потому что что-то у Ниньша все-таки есть. Просто это что-то, оно надо добывать по крупицам. Оно же разбросано по всем его сочтениям, он писал же некие афоризмы, писал, да. И некий афоризм, его является достаточно точным наблюдением. Ну конечно, конечно. И он был действительно... Говорят, что у злых людей не бывает песен, а как же русские с их песней? Нет, ну это не лучшие, как бы там. Просто и куча еще всего остального. Ну, например, высказывание о том, что вовсе нет никаких моральных феноменов. Есть моральные истолкования о том, что вовсе нет никаких моральных феноменов. Есть много. Вся коробка психологически на это наблюдение, типа того, что тот, кто будет стыдиться своих порогов, может достигнуть такой ситуации, когда он будет стыдиться своей добродетели. Потому что, ну как бы здесь логика такая, что если человек в принципе стыдится себя, значит он может, если он стыдится в плохом, то как рано или поздно он начнет с себя стыдиться хорошим. То, что неправильно состоит в том, что вообще стыдится себе. Просто я всегда обращал внимание на то, что у философии, у Ницше никакой нет. У него нет философии. Или то, что выдается за его философию, оно является действительно очень слабым. Оно является чем-то таким, что просто, ну даже изложить... Просто в изложении выглядит просто очень слабо. То, что у него есть какие-то отдельного рода размышления. Размышления методологические, причем они достаточно сильные. Потому что, собственно, методологически Ницше... После Ницше появляется Хайдеггер, появляются другие философии. В этом смысле он был силен. И вот как раз, когда ты говоришь филолог, то он как раз обратил внимание, что часто язык детерминирует наши рассуждения. Что мы доверяем языку, а язык заводит в своих рассуждениях некие тупики. И он на это внимание обращает и примеры приводит. Заблуждение ложной причинности, заблуждение воображаемой причины и всякие другие. Как раз он обратил внимание на это прежде, он был первый, наверное. Но потом психоанализы, ну не знаю, следует ли это прямо из Ницше или нет. В каком отношении он предвосхитил многие вещи, которые психоанализы. Ты думаешь, а может просто существует традиция возводить, стараться как можно больше от Ницше? Ну это неизвестно. Он же все-таки в гусле германской идеологии работал. Потом народу очень импонировал, что он с ума сошел. По-моему, он целых 10 лет сумасшедший был. Как бы, да, он тоже пострадал за свои действия. За породу пострадал. Ну, стилист, потому что читать, по-моему, менее легко, да? Ну, Ницше был очень одаренный в смысле языков. Он там знал много, куча языков. Читал все, по-моему. Ну, читать его, да, легче, конечно, чем все остальное. Три или четыре, да, знал. Как понять три-четыре? Ну, было бы, во-первых, классик, мотичник. Ну, вот их и знал. Ну, не только. Немецкий, по-моему, и французский еще. Французский знал, итальянский. Вот, или по-моему, и французский. Ну, два знал, да. А также, как бы не было, нормальное классическое образование. То есть, древнегреческий, арамейский, и латын. Как все полагалось по тем временам. Ну, все понятно, видишь. Ну, ты же сам... Ну, сам Ницше виноват. Он считал, что ядро философии его состоит в этой переоценке всех ценностей. Он считал, что вот он является этим... Он даже о себе писал. В Эллокихо он писал о тебе, что я являюсь динамитом, по-моему, он писал. А, Роком я. Я являюсь Роком для Европы, динамитом и всякой другом. Что вот он тот самый, он когда писал Антихрист, он же писал о себе. Он является Антихристом. А он, типа, пришел. Типа, сейчас тут вам всем это истинно заявил. Просто твое сообщение, твой доклад, как бы, в чем вопрос. Ты сразу все сказал, что неправильно, и все. Это позиция активности и пассивности, она совершенно получается вообще. Что об этом говорить? Ну, ты сделал мне окладство. Было активность и пассивность? Мне Нитша тяжело читать. Мне тяжело. Потому что, как бы, очень много слов и очень мало содержания, на мой взгляд. Тут сквозь словесного мусора пробирайся себе. Неинтересно даже. Не, ну, мне иногда любопытно, как смотреть, как он логический, допускает какие-то огрехи логические, причем этиологические огрехи, и само основание потом становится как фундамент, да, как бы, и он на них опирается. Ну, как можно, я не знаю. У него это стандартная его ошибка, это подмена понятия, так сказать, или расширительное толкование. Это у него просто стандартно. Это вообще именно, как бы, так. Но он не поэтический, кстати. Да, у него текст поэтический. Он может рассуждать сначала о какой-то частности, а потом вдруг эта частность является вообще всеобщим правилом, там, типа, так, цвета, так, везде, там. Он сначала говорит о том, что что-то неизбежное, а потом говорит, ну как же так, вот это вот кто-то испортил. Типа, взял Сократ, пришел и все испортил. А потом вдруг выясняется, да не он испортил, а Афины уже были подготовлены к тому, чтобы все испортил. Так кто испортил, кого? То ли Афиня, Сократ испортил, а это совратил Афинян. То ли Афиня, они создали Сократ, непонятно. Не, ну мы уже это обсуждали. Называется, это невозможно не прийти соблазном, но горе тому через кого не прийти. Да, это именно так, да. Именно так. Но я все-таки считаю, что он философ. Просто его философия... Можно ли философию... Это определенного рода практическая философия. Притом это редкие случаи, когда философию проверяли на практике. Я бы даже другого-то случая такого не знаю. Чтобы ее так взяли и на практике проверили. Я уже несколько раз пытаюсь... А, ну марксизм, безусловно, его тут проверили на практике. Я говорю, я пытался несколько раз философию нечего излагать. Я еще каждый раз... Я всегда удивляюсь, что говорить-то не о чем прощать. Каждый раз можешь что-то говорить, и ты чувствуешь, что некая пустота изъяет. Он на себя даже написал, что я и стиль. Может быть, кроме стиля ничего и нет? Ну, может быть, да. Говорю, что тупой филолог с хорошим стилем. Насчет тупой-то нет, наверное. Филолог выдающийся, и стиль у него выдающийся. Ну, а чем он выдающийся? Является ли он, собственно, философом? Чего он, филолог, выдающийся? Чего он, выдающийся? В каком месте? Что сделал-то? Мне уже я рассказывал, что он для философии создал некий методологический аппарат. Как показал, что язык, на самом деле, детерминирует наши рассуждения. Наш способ размышлений. Хотя это тоже простая мысль, в принципе. Что там особо будет? Ну, я и говорю, чего он там особо будет. Да, что-то сегодня хранится, как и Николай Басков. То, что вы никак не реагируете, хотя можно было бы возразить, что Ниша – величайший пилософ, а там что-то сказать. Но, на самом деле, это факт, что сказать – это нищего. Это обидно там просто. Мне, например, с точки зрения, с точки зрения Ниши немного обидно, что нельзя ничего сказать. Я бы даже не знал, как его защищать. Не, ну, зато, если философия, ну, зато можно себя вести. А, согласно ему. Да, можно быть ницешанством. Потому что простая философия, я же говорю, подростковая, простая философия. Ну, она не просто... Понятная. Шаки, гигелианцам, действительно, к нему встанешь, да? Да, да, гигелианцам, толстовцам там пытались. Не, ну, пытались там, конечно. Ну, вот, там это, это, они с шансами, во-первых, гораздо интереснее. Ну, видишь, кто-то и думает, что и продуктивнее, и вообще, ну, вообще прикольно быть. Я не с шанец. Видно, что ты, как бы, сильный человек, хочешь быть, в таком случае. Ну, и что-то такое. Да, как говорил, моя знакомая любила стих. То, что нас не убивает, делает наш сын. Да, ну, это же любимая фраза, да. Ну, что, а че ты не афоризма форизма? Хороший афоризм. Как раз именно афоризм хороший, я согласен. Личный афоризм. Я так как раз за афоризм. Я так как раз за афоризм. Я так как раз за афоризм, что, как бы, с прикладной точки зрения, это, наверное, самый полезный философ. Понимаешь, на самом деле, он прост в понимании. Вот, если человек пытается что-то понять, да, вот, ему ниша, как бы, поможет даться. Да, если у человека есть абстрактная тяга к философии. То есть, никто не возьмется за гиги, это труд. Ну, нет особого дара и способности напрягаться. Лишь это для него. Еще часто упоминает, ну, это такой, знаете, из-за разряда Йонича, или еще в его время, да, почему он писал афоризмы. Потому что он был больной, как бы, он между приступами болезни своей, как бы, мог там, что-то там продиктовать. У него там был специальный друг, который писал все. И дальше там подолбали, но он лежал, как Стас наш, в темноте. И кто-то там писал, что он там продиктовал. То есть, как-то вот так он творил. Поэтому он мог выдавать только афоризмы, и у него стиль афористический. А насчет стиля, на самом деле, я бы с тобой не согласился. Я тут его аудиокнигу там, как бы, прослушиваю в машине. Не знаю, меня этот стиль бесит. Какой это стиль? Понимаешь, вот я в свое время, когда... Ничем тебе не... Когда прочитал каждый... Стиль, например, что ж нас не вбивает, делает насильно. Да это стиль, стиль. Просто когда ты много раз слышишь в разных местах одни и те же обороты... Вы знаешь, вот есть некие речевые обороты, да? Они постоянно повторяются. Я вот говорю, в свое время прочитал Достоевского. Ну, роман... Не отдельно каждый роман по одному разу. Ну, а условно говоря, раз по пять, по десять. Я вдруг заметил на Сабеле, что у него просто есть штампованные какие-то конструкции. И они постоянно повторяются. Постоянно. И это начинает раздражать. Стилистический смысл. Да, стилистический конструкция. Ну, есть, да. Газетный стиль такой, знаешь. Есть, да, по-моему, это история. Точно так же здесь. Со временем начинаешь понимать, что вот он тоже все-таки впадает в то, что у него есть... Постоянно, вот как бы вот... Когда он негодует, у него один оборот. Как он вопросы задает. Как он там обрезает фразы троиточки ставит. Начинает в конце это раздражать. Ну, что ты хотел сказать? Ну, что, типа, как бы, додумайтесь. Типа, мы такие тупые, тут не можем додуматься. А что у тебя тут мысли, что ли, на три грамма? Ну, что тут мучиться, додуматься? А о чем додуматься? Он как-то однажды приводит такую интересную вещь. У него генеалоги морали, или какая-то другая работа. Приводит сначала афоризм, а потом он пишет. А все дальнейшее является расшифровкой этого афоризма. Вот так вот надо читать афоризм. И там трактат или там. Там, на уклон, или на сто страниц. Ну, это что это такое? Самопиар, что ли? Что это такое вообще-то, да? Выход пришел такой, да? Ну, не знаю. В общем, мне в итоге получилось, что семинар скомкался, да? Ну, не обсуждение, а что обсуждать-то меньше? Если бы ты нам хоть какой-то пуск продемонстрировал. Ну, а что, не мысль, что ли, что одни господства должны, а другие повиноваться? Ну, давай так, что вот, как будто бы я из расы господ, а ты как будто бы из расы... Пойдем, как бы, я тебе работу покажу, лопату. Да, очень глубокая муть. Ну, а что делать, если это посвящу целый трактат? Да, ну, самое главное, что ее привлекать-то не надо, набрать лопату и копать, или не копать. Да, потом, видишь, из доклада, как бы, действительно, ты же сам говорил, что логические ошибки. То есть начиналось все, как бы, там, с абстрактного отделения, практически, да. А закончилось все расовой дискриминацией. Да, именно так. Ну, что-то такое, то есть это настолько... Я, причем, не стал приводить, действительно, расы и доводы. У него же там, как бы, почему, там, допустим, у немцев писали, это, там, как-то, элементы деградации. Потому что, видим, какие-то темнокожие, там, понимаешь, в свое время, там, аборигины жили на этой территории, и они смешались, то есть, с пришедшими с арийскими этими народами. И поэтому есть это элементы деградации. Ну, это что такое? Это даже считать неприлично, не то, что там, как бы, это, цитили. Не, ну, может быть, и смешались, почему нет-то? Ну, только, ну, только, скорее, наоборот. Ну, а вот что можно сделать? Какое-нибудь же? То есть, темнокожий сразу деградат, что ли, по-твоему, так, что ли? Ну, с его-то точки зрения, да? Ну, с его-то так, потому что это природа. Да, не этот дерьмин... Не, я думаю, в то время он, он черная кожу, мне кажется, вообще особо не рассматривал. Ну, темноволосок, скажем. Он же темноволосок был, или... Не, ну, я просто к тому, что, мне кажется, он вообще их не принимал. Ну, у него почему-то как раз кандидатские народы, вот эти белокуры, они вот являются изначально правящими, там. Мне такой, там, фингал приводится. Он любил, вот то, что ты говоришь про филологию, я просто тоже не стал на это внимание акцентировать. Он уже везде отталкивается от филологии. Он просто берет слова и жонглирует словами, как бы... Бонус, это буэлом, там, дуэлом, там, вот, типа, вот, значит, знатные хотели воевать, вот они такие властвующие, вот они, там, постоянно в дуэлях, воинов, там, в турнирах, там, почему, отчего, там. Не, ну, скандинавы, потому что больше всего подходят, они, как бы, ну, в представлении, там, викинги, все мужчины, оп, на корабль, и вперед, и все, больше никого. Да, легенда примерно тогда и родилась. Да, мужчин никаких нет, то есть они все, вот это действительно, вот эта раса получается, действительно. То есть противоречия внутренней системе нет, то есть все воины, все, все на корабле, там, кто-то выживет, вернется на месте. Как и греки, все, 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 все тоже воины. Да, мясо пожрать, и все, или погибнут, то есть вот и все. Сидят, философия занимаются, хорошо подходят. Щит, меч, копье, и пошли в костюм. А скандинавы даже, в принципе, философии не это, не утруждают. То есть у них вообще, в принципе, в чистом виде. Только осталось объяснить, почему. В дальних веках, когда это было, а сейчас скандинавы, это такая порода жвачных животных, по большому счету. Не, ну у него уже... Даже имена его, это была уже порода жвачных животных. Брейвик уже. А? Брейвик. Брейвик, боевой брейвик, фашисты. Боевой брейвик. Брейвик, паразитство жвачных животных. Он же выступает как раз против этих всякого, там, арабов там приедет. Это ладно, пусть он выступает. Все равно жвачные животные, это чуваки. Я тут по генетике посмотрел. Судя, я не мог долго понять, почему у них генотип гаплогруппы главный, знаешь, какой? Сербо-хорватский. А потом понял, что это же достижение последних лет, грубо говоря, последних нескольких десятилетий. Туда наехал, наехал, в шлях, уже очень много югославов приехал. Не, ну сейчас-то, да. И они, именно югославов там, и они их, это, раз улучшили, соответственным образом, очень сильно. Таким настолько, что этот генотип гаплогруппы, генетический маркер, стал значимым. Да, наверное, они, потому что доклады делать не будут, что-то там, самому как-то неприятно. Вроде, что-то пытался сказать, но я ничего толком не сказал. Потому что, потому что и говорить-то реально, это нечего, не о чем. Ну да, в чем сходит с этим. Хотя я, Миша, много читал, и сегодня... На суждение политики, что называется, 19-го века. Ну, какие-то такие, да, простые развлечения такие, которые... Там, типа, якобы доказываются, некоторые даже доказывать не надо, достаточно их высказать, чтобы понять, что они неправильные. Даже доказывать не надо. Ну или правильнее, как кому нравится. Ну, как кому нравится, от выбора, в смысле, да, кто именно политический выбор. А когда, в последний раз, а не когда, где-то в 18-м веке шведы воевали, да? Опять с нами, по-моему. Какая-то была мелкая заворуха. Подожди, они считают, что... Нет. Они считают Петра Первого своим добрым и злым гением сразу.